В детской библиотеке «Интеллектуальная битва» сражаются десятиклассники, отвечают на вопросы. Задания непростые, на знание избирательного права. Тест. Первый тур игры «Софиум». «Софиум» – это цикл целых игр, где отбираются основные победители. И потом они участвуют в региональном этапе, а потом могут участвовать даже в федеральном. То есть это целая многоступенчатая пирамида. В битве семь команд, по четыре эрудитов каждой. Девушек большинство. Вопросы сложные, а некоторые с подвохом. Нужно быть внимательным, но ребята к игре подошли ответственно. Мы изучали, вебинары смотрели, нам учителя помогали, давали какие-то советы, интересные факты. Также было очень интересно. Не сказать, что мы прям готовились, потому что все-таки мы не в том профиле, где ведут наш предмет. Но все же интересно. Да и победить я тоже, конечно, буду всегда рад. Александре Жуковой, как и другим игрокам 17, через год эти ребята получат право участвовать в выборах. И это уже будет не игра. Недавно мы написали всероссийский диктант по избирательному праву. И мы готовились к тому диктанту. И так получилось, что ответы похожие были. И поэтому я с легкостью смогла решить вопросы. Они на самом деле очень интересные. Готовился? Ответишь правильно. Нет. Потеряешь возможность заработать очки. Второй тур Софиума – решение ситуационных задач. Участвует только капитан и команд. За правильный ответ – пять баллов. Ответить нужно на два вопроса. По итогам игры бронза у юных гениев из девятой школы. Серебро взяли знатоки школы номер семь. Победители – эрудиты из лицея. Назвали и лучшего игрока в личном первенстве. Им стала Софья Миколаенко, Наталья Рябинина, Сергей Парфимович. Новости Губкинского.